Дорогая церковь, дорогие друзья, я приветствую всех вас сегодня. Знаете, великое благословение быть в Доме Господнем еще раз в вечерний час. Мы пели прекрасное пение, общим пением в начале нашего богослужения о Библии. Мы пели и говорили, что никогда не оставлю эту книгу святую. Ведь действительно, эта книга ведет нас в пристани Голгофы. Она ведет нас в чем туда, когда нам тяжело, когда нам трудно. И мы собираемся еще раз для того, чтобы услышать Слово Господне, которое Он хочет нам сказать из Его Священного Писания. Слава Богу за это! Каждый раз, когда мы собираемся в Дом молитвы, выходим, я надеюсь, что мы выходим с чувством ответственности. Ответственности того, что мы должны исполнить то, что мы слышали. Ответственности того, что мы ходим в Дом молитвы не просто так отметиться, а для того, чтобы взять для себя нужное, необходимое, этот свежий хлеб духовный, с которым мы пойдем в этот мир, в наши будни. В жизни есть разные призывы. Разные люди призывают к различным вещам. Мы знаем, что кого-то призывают на службу, в армию. Кого-то призывают стать членом того или другого движения. Коммунисты, фашисты и так далее. У них у всех был свой призыв. Другие его свидетельства всем призывают к совместному добру. Как это, например, сделал 1 февраля 54-го года аббат Пьер на волне радио Локсенбург, который обращался с призывом к восстанию к доброты. Он сказал такие слова. «На помощь, друзья, этой ночью в Париже на Севастопольском бульваре от холода умерла женщина. В руках она держала приказ о выселении из дома. Ей нечем было заплатить за жилье». Человек призывал к добру. Человек призывал и возбуждал желание делать добро через радио. У каждого человека есть сегодня различные призывы. И мы, как христиане, призваны к тому, чтобы жить по Писанию. Я хотел бы прочитать место, которое записано в 1 главе пророка Иеремии. Мы посмотрим на призыв Господа. Если даже в точности призыв на служение Богу. И мы посмотрим это во свете одного пророка, пророка Иеремии. 1 глава пророка Иеремии будем читать выборочно. Начнем с 4 стиха, 1 главы. «И было ко мне слово Господне. Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою. Чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И 9 стих. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Сегодняшнюю проповедь я назвал вот так. Хочешь ли быть пророком? Или, может быть, по-другому, когда Господь нас призывает. Когда Господь нас призывает. Когда я буду сегодня говорить о пророке, я буду иметь слово «служитель». Потому что в контексте пророков Ветхого Завета и вообще в Писании, пророк это был просто служитель Господень, который нес слово, которое ясно было от Господа. Хотел бы обратить внимание на некоторые истины, которые заложены в этом тексте. И, дорогая церковь, хотелось, чтобы мы сегодня вместе помолились о наших служителях, вместе помолились о служении вообще в этой церкви, служении за пределами этой церкви, служении в городе, в котором мы живем. Первая истина, на которую хотелось обратить внимание, это необходимый багаж служителя. Необходимый багаж служителя, что туда входит? Когда мы летим на самолете или садимся в машину, или куда-то мы едем подальше, мы с собой берем багаж, его называют «baggage», да? И мы складываем все то, что для него, на эту поездку нам необходимо. Для служителя есть тоже необходимые вещи, которые должны быть в нем. И важно отметить, перед тем, как мы на них посмотрим, что в 5 стихе написано, что Господь, когда обращался к Иеремии, Он говорит, «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». И так служителей ставит Господь. Служителей поставляет и освящает сам Господь. Почему? Потому что Он знает наперед сердце служителя, Он знает наперед сердце человека, который будет предан Ему. И Господь во свете этого текста посвящает и ставит служителем Иеремии. Итак, первый необходимый багаж служителя – это неуверенность в себе. 6 стих написано, «Я сказал, когда Господь обращается к Иеремии, Иеремия говорит, «Господи Божий, я же не умею говорить, ибо я еще молод». Неуверенность в себе – это то, что должно быть сегодня в служителе, в человеке, который несет Слово Господнее. Но сегодня мы знаем, что мир гласит совсем другое. Молодежь, особенно, может быть, сегодня это знает. Любой, наверное, человек, кто где-то учился, работает. Для того, чтобы тебя повысили, ты должен доказать себя. Для того, чтобы чего-то добиться, мир сегодня гласит, ты должен быть уверенным в себе, ты должен стремиться к цели, и в этом есть частица истины. Но Писание и Господь говорит, что делая это, мы должны только уповать на Бога. И тем самым, в корне, сами на себя не должны быть уверены. Господь говорит, что блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Иеремия говорит, о Господе, я же не умею говорить. Господь уже встречал таких людей, которые Ему так отвечали. Мы знаем Моисея, который так говорил. Мы знаем Гедеона, который говорил, я же младший в доме отца моего. Это все мужи, которые были неуверены в себе на дело, которому их призывал Господь. Первый багаж – неуверенность в себе. Иеремия говорит, что он молод и не умеет говорить. И Христос ему, и Господь ему говорит в 7 стихе, не говори, я молод. Интересно, что сколько вещей мы можем сегодня говорить для того, чтобы просто оправдать себя и не делать какое-то дело для Господа нашего Иисуса Христа. У Иеремии была эта отговорка или эта причина, Господь, я же молод, я еще не умею говорить, я не научился, я не набрался достаточно опыта, чтобы нести такое важное дело, такое слово, которое необходимо этому миру. Я еще молод. Господь говорит, не говори. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, какие причины сегодня я нахожу в моем сердце, в моей жизни, когда Господь меня призывает к чему-то особенному, конкретному делу на его ниве, чтобы совершить. А я начинаю отговариваться. Может быть, я говорю, я не умею говорить. У Иеремии было это неуверенность в себе, и Господь это видит. И вот в этом заключается следующая истина. Я сегодня могу быть неуверенным в себе, но доверяясь Богу нести служение Ему. Но если я допускаю неуверенности в себе держать меня от служения Богу, тогда на самом деле я не уверен в моем Боге. Когда я говорю, Господь, я не буду это делать. Господь говорит, ну ты же забываешь, что я великий Бог. И когда мне уверенность в себе держит меня от служения Богу, на самом деле, дорогая церковь, тогда я показываю, что значит я недостаточно доверяю своему Богу. Господь говорит, не говори, что ты молод. Мы скажем, хорошо, Господь призывает людей, которые ничего, наверное, не делают. Люди, которые не занимаются многим, уже те, которые служителя заняты, они и так уже делают много. Но Господь призывает тех, которые свободны. Но мы, если читая Писание, мы увидим, что это неправда. Писание повествует следующие вещи, что Моисей был занят скотом своего тестя, когда Господь его призвал. Гедеон выколачивал пшеницу в Точиле. Давид был занят, пася овец своего отца. Неемия был занят обязанностями виночерпия. Петр и Андрей закидывали сети в море, когда Иисус Христос их призвал. Яков и Иоанн чистили свои сети. Матфей вообще был занят сбором налогов. И даже сам Саввел был занят гонением церкви. Люди, которые уже были заняты, Господь призывает их. Дорогой друг, может быть, сегодня ты еще занят. Может быть, ты сегодня говоришь, Господь, у меня не хватает времени. Господь именно к тебе сегодня говорит и призывает. Ты должен делать то или иное дело. Господь призывает абсолютно всех и даже тех, которые сегодня заняты. Важно дальше отметить, что следующий необходимый багаж для пророка и Иеремии, который нужен был для него, был. Это записано в 9 стихе. «Простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Следующая необходимость для служителя – это слово, чтобы Господне было в устах его. Слово Божье в устах. И Христос говорил в Евангелии от Луки 6 главы. «От избытка сердца сегодня говорят уста». Если бы сегодня меня спросили вопрос, Антон, жалеешь ли ты о чем-нибудь? Всего лишь прожил 26 лет. Но если бы меня спросили это, я бы, наверное, ответил следующее. Я бы ответил, что я сожалею, что в мои 12-14-16 лет, этот подростковый возраст, я не прилагал усилия к тому, чтобы слово Господне было в моих устах. К сожалению, я смотрел на людей, которых, извините за слово, «крутые» в кавычках. Я думал, вот этот человек, который успешен в этом мире, вот этот человек, каким я хочу быть, но на самом деле проходило время, и Господь показывал, это все неправильно, это все человеческое, это все проходит. Но то, что сегодня стоит и не приходит тщетно, это слово Господне. И Господь сегодня говорил Иеремии, и говорит сегодня нам, слово Его должно быть в устах наших. Как хочется, дорогая церковь, чтобы наше поколение, молодежи, дорогая молодежь, послушайте, чтобы наше поколение было поколением, которое любит слово Господне. Ведь поэтому и только из-за этого изменятся люди вокруг нас, потому что слово Божье будет изменять нас и людей вокруг нас. Дорогая церковь, это библейская истина. Я не могу сегодня сам что-то изменить, но Господь это все может. Когда мы читаем за пророка Иезекииля, ему сказано в одной из глав этого пророчества, то, что Господь поставил пророка Иезекииля стражем над народом. И он говорит, ты будешь выходить перед народом, и потом он говорит, что тебе будут приходить и слушать тебя с забавой, относиться к тебе, как сегодня говорят, pure entertainment, просто пойдем послушаем пророка. Он говорит, но я поставил тебя стражем, и то, что я тебе сказал, ты должен будешь говорить, потому что, если ты не будешь говорить, и народ погибнет, я взыщу с тебя. Дорогая церковь, Господь сегодня призывает нас к тому, чтобы мы имели Слово Его в устах наших. И несли это Слово людям, с кем мы сегодня вращаемся, прежде всего в нашу семью, к нашим близким, к родным. Сегодня люди погибают вокруг нас, потому что, наверное, мы просто не до конца исполняем Слово Господне. Если Господь говорит, пойди туда, я говорю, Господь, нет, это дело евангелиста. Если Господь говорит, посещай в пятницу служение, для того, чтобы укрепляться и вместе молиться, я говорю, Господь, да я по воскресеньям хожу. Мы всегда находим какие-то отговорки, но Господь хочет, чтобы Его Слово, которое может изменить человека сегодня, изнутри пребывало в наших устах. Призывая пророка на служение, Господь снабжает его самым нужным, и это самое нужное Слово Его. Иеремию называют плачущим пророком, и мы знаем, мы читаем Писание, мы знаем, почему мы читаем плач Иеремии. Ужасная картина открывается того, что сбывалось, о чем проговорил Господь через него. Он плачущий пророк. И однажды знаменитый спикер Генри Хенри Уордс просил молодого проповедника, который, так знаете, с дерзновением проповедовал, когда он сошел с кафедры, его подзывает Генри Уордс и говорит, слушай, я смотрю, что ты очень любишь проповедовать, да? Он говорит, да, я очень люблю проповедовать. Тогда тот посмотрел на него и сказал следующее, а любишь ли ты людей, кому ты проповедуешь так, как ты любишь проповедовать? Ведь это было всем стремлением нашего Господа Иисуса Христа, и вот почему написано, что Он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, потому что Его поступки не расходились с Его словами. Он говорил, и Он переживал за душу, с кем Он разговаривает. Он готов встретиться был и ночью с Никодимом, чтобы с ним поговорить и донести ему важные истины о рождении свыше. Основная багаж и необходимость служителя – любовь к тем людям, кому ты несешь Слово Господне. Господь оставил книгу Его призывов, дорогая церковь, и мы знаем, мы ее читаем сегодня, но вопрос для всех нас – что я делаю с этой книгой? Как я отношусь к призывам, которые записаны здесь, в этой книге? Итак, необходимый багаж служителя – неуверенность в себе, но доверие Богу, необходимость иметь Слово Господне в нашем сердце, в наших устах и любовь к людям. Вторая истина – это само призвание служителя. Что заключается и что входит в это призвание? И мы читаем в этой главе, если мы прочитаем 18 стих, этой же главы 1, написано, «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей Его, против священников Его и против народа земли сей». Призвание служителя первое – это стоять на стороне Бога. Написано, что 10 стих, «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Быть на стороне Бога – это значит быть против греха. Господь не говорит, что ты должен быть из принципа «бунтарь». Он не говорит, что ты должен просто вставать и идти против князей и царей, против власти, потому что мы знаем власть от Бога. Нет, но Он говорит то, что в том контексте, в котором ты живешь, Иеремия, люди, которые князья, которые цари, которые называют себя священниками, они давно отступили от Моего Слова. «И я посылаю тебя к ним, чтобы ты говорил». Апостол Павел говорит евреям в 12 главе 4 стихом, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». С грехом нужно воевать, и мы знаем, это наша жизнь, плод всегда будет желать противного духу, а дух противного плоти, об этом апостол Павел писал. Сегодня говорят, что нет абсолютов. Сегодня говорят, что нету черного, нет белого. Сегодня все относительно. Нужно жить толерантно, понимающе других и так далее. Но это обман. Ведь Писание говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Господь является этим абсолютом. И если я сегодня люблю моего Бога, люблю Его Слово и доверяюсь Ему, то я, любя Бога, буду ненавидеть автоматический грех. И позиция служителя – это позиция Бога против греха. Апостол Павел пишет 2 Филиппийцам 2 глава 5 стих, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Если Господь любит что-то или кого-то, мы должны любить это. Если Господь, у Бога ненависть к греху, то у нас должна быть та же самая ненависть к этому. Потом он говорит, что ты будешь против царей, князей, священников, против народа, а они против тебя. Мало того, что против, что он должен выходить и быть против людей, то есть врагом быть почти что, но он говорит, они повернутся, они уже будут намерены на то, чтобы не слушать тебя. Важно отметить, что Иеремия в 13-й год царя Иосии выходит на служение. Если мы читаем за царя Иосию, это был благочестивый царь, мы знаем, он 8 лет воцарился, мы знаем, что он начал производить реформацию в своем царстве в 12-й год. То есть год уже прошел, как он старался просто извергнуть всех идолов и очистить страну от всего нечистого. И в 13-й год Иеремия выходит на служение. По 17 лет он был во время Иосии, и по 11 лет с двумя другими царями до переселения из Иерусалима. 40 лет всего он видел, он говорил. Важно отметить, что Иосия был благочестивый царь, и он делал дело Господне. Дорогой друг, сегодня, может быть, это будет, надеюсь, надеждой для каждого из нас. Если сегодня мое сердце стремится к исполнению Слова Господне, знай, что ты не один. Если ты сегодня хочешь, чтобы больше было Божьего света вокруг, знай, что ты не один. Есть такие же, как ты, есть церковь Христа. И Господь обязательно пошлет помощь, как это Он сделал с царем Иосии. Иеремия выходит, и я думаю, он был большой помощью для царя Иосии, когда он еще был царем. Служение Богу, мы понимаем, что не всегда это легкий труд. Валерий Иванович проповедовал в прошлом месяце, и он сказал в такую фразу, что Иоанн Креститель был проповедником и пророком, и за это отрубили ему голову. Представьте выходить, одно дело, если я выхожу и провозглашаю Евангелие, и народ отзывается, слава Богу. Но Иеремия или Иезекииля, если взять, это были люди, которые выходили, и они не видели совсем результата своего служения, или такого, может быть, как они хотели видеть, потому что люди были отвращенные и повернулись от Бога. Может быть, сегодня, дорогой друг, молодежь, дорогой брат или сестра, ты сегодня следующий Иеремия, через которого Господь хочет донести Его истину и простым, и знатным людям, и царям, и князям, и президенту, и губернатору, и простым людям, товарищам на твоей работе. Господь хочет через тебя что-то проговорить. Роберт Джеффри, миссионер, и, в общем-то, до того, как он стал миссионером и уехал в Китай, выучил в совершенстве китайский язык, он был довольно-таки успешным человеком здесь. И у него был бизнес, и он мог быть очень успешным и в дальнейшем человеке, но он оставил это все и поехал в Китай провозглашать Евангелие там. Когда он приехал туда, ему звонок отсюда, большие, ну очень богатые люди, которые занимались нефтью, спросили и сказали, предложили ему большую сумму денег и сказали, открой филиал нашей компании там в Китае. Он написал просто нет и ответил им. Прошло немного времени, присылают ему второе письмо, и говорят, мы удваиваем наше предложение и будем платить тебе в два раза больше, работай на нас. Он снова отвечает нет и отсылает это письмо. В третий раз ему присылают письмо, и там уже такие слова, Robert Jeffrey at any price. Jeffrey по любой цене. На что он отвечает следующее. Your job, your salary is too big, but your job is too small. Ваша зарплата огромная, но ваша работа очень маленькая. Ваша зарплата огромная, но ваша работа очень маленькая. Дорогой друг, может быть, сегодня ты просто работаешь на construction, так как и я. Может быть, ты сегодня сидишь в офисе. Может быть, ты занимаешься еще какой-то другой работой, и ты думаешь, вот к этому я призван. Но это не так. Писание повествует, что ты должен быть хорошим отцом, священником, что ты должна быть матерью-христианкой, которая должна воспитать своих детей в Библии. Господь призывает, что мы должны быть служителями, потому что у нас великий Бог. Не потому что мы великие, но потому что у нас великий Бог, и за это слава Богу, дорогая церковь. Господь призывает нас к служению смиренному, сокрушенному, которая вся слава отдается Ему. Господь призывает, снабжает всем необходимым, призывает тому, чтобы порой быть на позиции Бога. И последняя истина, третья, это обетование для служителя. Это записано в 18-19 стихе, я еще прочту. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеной на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли этой». И 19 стих. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Итак, последняя истина, дорогая церковь, это обетование для служителя. Это обещание, которое Господь дает, да, может быть, очень тяжело, будет очень нелегко, но обетование, и самое прекрасное, что мы сегодня можем взять для себя, что Господь с нами, Господь близко, Господь рядом. Говорит Он то, что они не превозмогут, они будут стараться. И однажды Христос сказал апостолу Петру, еще когда они, будучи учениками с ним, Он говорит то, что «на семь камней Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Сегодня ад будет стараться одолеть, но обещание Божье стоит, что Он никогда не одолеет. Врата ада не одолеют церковь, потому что с нами Сам Христос. Он говорит, что «Я с тобою, чтобы избавлять тебя». Этот стих в этой главе упоминается два раза, в восьмом и девятнадцатом стихе. Это фраза. «Я с тобою, чтобы избавлять тебя». Господь Бог вездесущий, и когда Он говорит, что Он с нами, дорогая церковь, мы понимаем, что это не частица Бога, где-то здесь со мною в Арваде, а другая частица с другим человеком в Тортане и так далее. Когда Бог говорит, что «Я с вами во все дни до скончания века», Он повествует то, что во всей сущности, полноте и во всем Его могуществе Он рядом с нами. Это прекрасная библейская истина. Господь жив. Он с тобой, чтобы сегодня избавлять тебя сегодня, завтра, послезавтра. Здесь написано, чтобы избавить тебя в последний день, когда я приду. Здесь написано, чтобы избавлять тебя в настоящем времени. Господь хочет помогать, Господь хочет близко быть. Он всегда поддерживает руки тем, которые уже что-то делают для Господа. Если, может быть, мои руки сегодня опустились, может быть, я уже несу служение, может быть, я уже знаю свое призвание для Господа. Господь напоминает, знай, что я рядом с тобой. Я хочу избавлять тебя каждый день. Хадсон Тейлор, миссионер снова с Китая. Так сегодня совпадает, что миссионер из Китая. Хадсон Тейлор, миссионер, который долго, многие года провел там и основал миссионерскую организацию, через которую многие люди прошли и остались там, служа Господу. Он сказал такие слова в конце его жизни, когда он уже лежал в постели, без сил. Он сказал следующее. «У меня нет силы, чтобы работать, ходить, у меня нет силы, чтобы даже встать на колени и помолиться. Но все, что я могу, это лежать в руках моего любящего Господа. Я не могу работать, я уже не могу проповедовать, я уже не могу идти что-то делать, я даже не могу встать на колени и помолиться. Я только могу лежать в руках моего любящего Бога». Дорогая церковь, может быть, будет нелегко, когда мы несем служение. Божье обетование стоит, Он готов взять нас на Его руки. Он готов понести, Он готов быть рядом. Это Его обещание, Его обетование. Он сказал такие слова в заключительных стихах 23 главы Матфея. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророковы камнями, побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Господь делает сегодня призыв ко всем нам. Господь сегодня обращается к церкви и говорит, что ты сегодня готов сделать для меня. Я призываю тебя, я призываю тебя, и я обещаю быть с тобой рядом. Для меня всегда было интересно следующий текст Писания, когда ученики на лодке, и тут буря, и Христос идет по воде. И Петр, и они испугались, потому что думали, призрак мы читаем. И Петр, смотря и увидев, что это Иисус Христос, Господь, он говорит, «Разреши мне пойти по воде». Он говорит, «Иди». Я всегда думал, «Петр, или ты обезумел? Зачем ты выходишь, когда тут такая сильная буря, ты выходишь из лодки?» Но Петр тем самым показывал, «Лучше я буду среди бури, но с моим Иисусом Христом, нежели в пустой безопасности, в лодке, но без Него». Дорогая церковь, да поможет нам сегодня Господь помнить, что Господь призывает, и Он хочет, чтобы мы сами по себе были неуверены в себе, но доверялись Ему. Поможет Он нам, чтобы мы имели Его Слово в наших устах, в нашем сердце, чтобы мы любили людей вокруг нас, чтобы мы не боялись стоять и отстаивать места и позицию Библии, потому что это позиция нашего Бога. И последнее, помнить, что Господь рядом, Господь близко, и Он обещает нас избавлять. Аминь. Слава Ему. Помолимся. Аминь. 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 Продолжение следует...